День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Древо, как у Мишустина. На первом семейном совете в Рязани говорили о поддержке малого бизнеса и дарили подарки. И кадеты, и юно-армейцы, ученики 33-й школы, дали военную клятву. Чтобы не было стыдно родителям, первый вице-премьер правительства Рязанской области Анна Рослякова публично отчиталась перед общественностью. При поддержке торгово-промышленной палаты в Рязани стартовал первый Всероссийский семейный совет. Приехали 82 ячейки общества практически со всей страны. И каждая со своими идеями о ведении семейного бизнеса. Николай Любимов, тех, кто развивает это направление в Рязанской области, назвал поименно. Пермь, Оренбург, Владимир и даже Якутск. По географии первого семейного совета сегодня можно легко составить карту предпринимательской активности страны. Выбор Рязани хозяйкой форума в этом смысле никого удивлять не должен. Ни Москва, ни Санкт-Петербург, а именно Рязань сегодня флагман поддержки предпринимательства в России. Здесь знают, как и чем помогать бизнесменам. И это для президента торгово-промышленной палаты Сергея Катырина стало главным доводом. В офлайн-обращении он назвал семейный совет своим детищем. Семейный бизнес присутствует во всех сферах российской экономики. Вносит свой достойный и мы полагаем весомый вклад в развитие нашей страны. Нам бы хотелось, естественно, чтобы и в законодательном плане права, возможности и обязанности, возможно, семейных компаний были отражены. Если переходить к абсолютным цифрам, 74% всех компаний в России – это семейный бизнес. И в Рязани есть яркие его представители. Тех, кем область гордится особо, Николай Любимов назвал поименно. Например, семья Патягина. Они еще в 92-м году свое дело начали с маленькой пекарни на окраине города Рязани. И сейчас уже серьезный, процветающий бизнес ведут. Ну, на самом деле, с этим бизнесом можно познакомиться и на улицах нашего города, и в других даже регионах. Ну, один из ярких примеров – это мини-карни Панты. Я первый раз увидел, я думал, что это какой-то иностранный бренд, какой-то франчайзинг люди используют. На самом деле, они сами это все сделали, и туда, что называется, народные тропы не зарастали. В уютной атмосфере форума, как и полагается, в дружной семье дарили подарки. Здесь были и сладости, и алтайская травяная настойка. Но главным презентом вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова назвала вот это семейное древо под номером два. Первое уже стоит на столе премьер-министра Михаила Мишустина. О семейных ценностях чуть позже говорили сегодня и на форуме про бизнес-2021. Впрочем, основной стала тема развития в регионах Института самозанятости и мерах господдержки. В Рязанской области сегодня 50 тысяч предпринимателей, и по словам Николая Любимова, регион стал первым в стране, где для субъектов МСП появились меры поддержки федерального уровня, что позволило им выйти на новый этап своего развития. Это форум о бизнесе и про бизнес. Что нужно сегодня предпринимателям и как строить свое дело при поддержке властей – тема, актуальная для всех регионов. Рязанская область как пилотный проект помощи на местах сегодня почти эталон. Секрет успеха от Николая Любимова довольно прост. В первую очередь, конечно, мы старались сделать новую нагрузку людей после нового каникулы. В первую очередь, новую людей, которые не смотришь на Европу, а по некоторым причинам. Второе, меры поддержки, это, конечно, финансовые меры. Это на федеральном и наше региональное меры, которые заработали меры на поддержку занятости. Самозанятость – первый шаг к предпринимательству. И пусть среди них 58% таксистов, правила должны быть одинаковы для всех, считаю, в торгово-промышленной палате страны. Если кассовый аппарат нужен одним, значит, должен быть нужен и другим. А вообще, конечно, без поддержки властей самозанятость – это почти авантюра. Я знаю, что в нашей стране не очень трудно вести бизнес, и, знаете, в горе человека. Поэтому, если рассматривать самозанятость, как такой пробный этап, когда я попробовала, не ма, не мое, не пойдет, не пойдет, нет, то да. Если рассматривать самозанятость, как такой проект, который тебя будет в жизни обеспечивать, точно нет, потому что все равно такое горание, потому что все равно самозанятость – это очень тяжелая такая вообще по-своему неблагодарная история. Стратегические приоритеты малого бизнеса – это законодательно закрепленные меры господдержки и шаги навстречу. Такие, например, как сделала Федеральная налоговая инспекция. Теперь о блокировке счетов фискальная служба будет предупреждать заранее, как минимум за две недели. Офицеры Голицынского пограничного института подсвечали сегодня в кадеты учеников 33-й Рязанской школы. Многие из их подшефных выбирают последствия военную карьеру, но есть же еще юноармейцы. Кто и что выбрал в итоге, знает Валерий Седов. Ученики кадетского класса школы номер 33 выполняют команды офицера четко и быстро. До солдатов им еще далеко, но они небольшими шагами приближаются к этой цели. Сегодня эти ребята стали кадетами. Юноши и девушки торжественно принесли клятву, как водится, на плацу под кадетским знаменем. Быть честным и верным товарищем, быть образцом в учебе и поведении, клянусь. Клянусь! В школе номер 33 кадетские классы открылись 8 лет назад. Шефство над ними взял Голицынский пограничный институт под Москвой, поэтому сотрудники ФСБ стали почетными гостями мероприятия и сказали ребятам напутственные слова. Будьте мужественными, стремитесь к высотам, ну а мы со своей стороны обязательно вас поддержим. Удачи вам, берегите себя, ребята. Вторым важным событием стало посвящение ребят в юнормейцы. Также на плацу они произнесли торжественную клятву. Вы теперь не только носите звание юнормейцев и значок юнормейцев, вы теперь еще и носите обязанности. Обязанности быть примером для своих товарищей, друзей, одноклассников. Быть для них помощью, быть гордостью для родителей. Во всем всегда быть впереди. Школа номер 33 уже несколько лет занимается патриотическим воспитанием детей. Вопускники кадетского класса становились курсантами Голицынского пограничного института, продолжали нести службу в правоохранительных органах. И хоть пока неизвестно, кто из этих ребят продолжит свой путь по военному направлению, но одно ясно точно – они сохранят привитые им ценности. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани появился свой детский автогородок. На площадке смоделированы дорожная инфраструктура, правда, в уменьшенном масштабе, электромобили и мини-авто. Дорожные знаки, светофоры и разметка. Детский автогородок напоминает настоящую часть улицы, правда, уменьшенную. Водители здесь дети. На маленьких машинах они могут проехаться по этому участку и отточить свои навыки ПДД. Автогородок открылся в Центральном парке культуры и отдыха. Николай Викторович Любимов, губернатор Рязанской области, является председателем комиссии по безопасности дорожного движения. На одном из совещаний сказал, надо уделять большое внимание и должное воспитанию нашего подрастающего поколения, поведению на дорогах культуры безопасности дорожного движения. И нами было незамедлительно принято решение о строительстве этого детского городка. Евгений Бельнецкий добавил, что городок построили быстро. Сделано это на внебюджетные средства. Это самый масштабный и высокотехнологичный автогородок в области. Основной целью его работы станет профилактика дорожно-транспортных происшествий. Уверен, что каждый из вас изучит правила дорожного движения и закрепит здесь, и вот эти знания, которые получены на этом автогородке, позволят применять их уже в реальных условиях дорожной обстановки. Обеспечит системное обучение детей безопасного поведения на дорогах. И хоть сам городок доступен для каждого, прокатиться по этим копиям несуществующих улиц получится не сразу. Занятия здесь проводятся по записи. Для этого нужно будет скачать мобильное приложение gsut.rf. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 6 миллионов рублей на НКУ и 8 строчек вверх в рейтинге поддержки некоммерческих организаций. В точке кипения перед жителями региона отчиталась Анна Рослякова, первый заместитель председателя правительства Рязанской области. Практика проведения таких открытых диалогов с гражданами появилась еще в 2019 году по поручению губернатора Николая Любимова. В рамках публичного отчета первоизместитель председателя правительства региона Анна Рослякова и руководители шести министерств и ведомств рассказали об основных результатах своей работы, а также ответили на вопросы аудитории в зале и пользователей соцсетей. Звучал вопрос о том, что нельзя попасть, вот, к сожалению, заявительница ушла, что нельзя попасть на личный прием в период пандемии. Обращаюсь ко всем, не можете куда-то попасть, приходите ко мне, ко мне вы попадете всегда, даже в период пандемии, не даст соврать мне отдел по работе с обращениями граждан. Есть нам к чему стремиться, есть над чем работать, поэтому мы на лаврах не почиваем, у нас их нет. У нас впереди очень много работы для того, чтобы жители, и каждый человек в Рязанской области, и приезжающий сюда, был в безопасности, окружен заботой, вниманием и получил шанс быть услышанным. В свою очередь руководитель Министерства по делам территории и информационной политики области Жанна Фомина отметила, что по итогам прошлого года Рязанский регион поднялся с 24-го на 16-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В 73-м СОНК было оказана финансовая поддержка на сумму более 6 миллионов рублей, из них 2 миллиона средства, которые предоставили по итогам конкурсного отбора Федерального агентства по делам национальностей. 25 региональных проектов стали в минувшем году победителями конкурсов фонда. Еще три завоевали победу в специальном конкурсе на представление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Общая сумма поддержки составила более 40 миллионов рублей. В рамках подпрограммы поддержки местных инициатив 142 муниципальных образований Лизанской области получили в минувшем году субсидии из областного бюджета на общую сумму свыше 168 миллионов рублей, что позволило реализовать 202 проекта местных инициатив. Это новые парки, скверы, детские и спортивные игровые площадки, восстановленные памятники, отремонтированные дороги и многое-многое другое. По словам Жанны Фоминой, в год 75-летия Великой Победы регион участвовал в федеральной целевой программе увековечивания памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы. На предоставленную субсидию в размере более 5 миллионов рублей было отремонтировано 9 воинских захоронений и установлено 2 мемориальных знака. Кроме того, издан 10-й том областной книги «Солдаты Победы». На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»